давайте дальше посмотрим параметры теперь уже микроклимата это окружающие среды которые мы находимся что сюда значит относится но прежде всего значит микроклимат это та среда в которой мы находимся просвещенность мы говорили что она принципе важная характеристика влажность также влияет на наше самочувствие на наше комфортное состояние но сама влажность вот ее возвращает хотелось бы тоже знать как ее измерить значит потому что если она недостаточно или излишне значит нужно опять же какие-то действия предпринять какие действия может быть принять соответственно и значит как удостовериться что она стала паскать комфортное состояние можно конечно по самочувствии это так что удобно можно как бы довериться нормам и узнать как ее можно регулировать вот какое у нас устройство может и вообще какие средства могут управлять влажностью и как и изменить потому что этот вопрос измерить нам постоянно будет возникать но какая-нибудь есть информация чувствуешь по филиалам это бесполезно тоже задавать вопрос про влажность воздуха хотя может быть они там и измеряют влажность мощность не измеряет а влажность нам измерять никогда не приходилось что за прибор значит тогда называю этот прибор а вы пытаетесь его так сказать разобраться посмотреть значит называется приборы гигрометр запишите гигрометр и психрометр вот такие названия гигрометр психрометр необычно скорее всего на импеду раз услышали и сразу забыть значит как получать на чем он основан тоже принцип должен быть во всех приборах один и тот же должно какое-то измерительное тело также как в термометре до термометра мы видим что ртуть или спирт меняется иначе по мере потому что значит тело расширяется вот это значит температура мы видим значит заполненные объеме насчет а здесь что в качестве вот такого рабочего тела тоже что-то используйте ну подсказка на еще такая что где-то используется свойство волос волосы сами значит оказывается и какие-то непростые волосы значит особенные начат читал и где-то используется термометр чем термометры такие бывают значит их не один ставит термойца два термойца почему два зачем ставится для измерения влажности и какая-то роль вот этих волос но вот это по прибору посмотрите названием сказал заинтриговал наверно что тут название попробуйте найдите как им пользоваться вот и чьи волосы там используется так ну в принципе к следующему занятию вот можете это писать если найдете с удовольствием ваши сообщения посмотрю там что-то еще вы найдете чем влажность можно измерить но во всяком случае влажность различают как абсолютная соответственно относительная и максимальная и здесь уже вот половина сразу путается когда вопросах теста стоит в каких единицах измеряется абсолютная влажность и все дают неправильно практически все неверный ответ каких единицах абсолютная влажность вы должны помнить что как бы как только стоит слово абсолютные это значит что речь идет и она должна измеряться допустим абсолютная температура чем будет измеряться том что он измеряется температура относительная температура так но прошу относительные допустим то есть вам относительный слов непонятно допустим уже за уровень доходов абсолютный доходов вот что такое средний уровень доходов населения это будет рубля а допустим относительный значит тогда надо говорить относить ничего всегда допустим превышение уровня дохода на допустим прошлогодний а что делается когда говорят об относительном всегда должна быть разница разница вот эта разница как вне соответствии до одного с другим она должна быть отнесена значит тому по отношению к чему берется тот уровень выбирается за сто процентов допустим допустим вчера у нас средняя зарплата была 10 тысяч сегодня она там стал двенадцать тысяч вот эта разница две тысячи надо делится на десять тысяч которые было умножается на 100 процентов и получается что превышение значит уровня дохода она составляет значит соответственно в абсолютных единицах это будет две тысячи рублей в относительных единиц это будет 20 процентов потому что как раз эти две тысячи от десяти тысяч составляет одну пятую так понятно это на деньгах с деньгами все быстрее разбираемся как только теперь значит надо понять что такое вообще влажность значит влажность значит это способность воздуха потому что влажность воздуха способности воздуха удерживать значит поскольку воздух это газ а влажность мы связываем с вот способность удерживать значит воздухе воду чем это способ вода она как изменится как обычно в этих самых как массовые единицы то есть получается миллиграмм допустим на кубометр это столько миллиграмм воды может в взвешенном состоянии находиться в воздухе ее можно сравнить вот с губкой губку и так сказать для уборки делаем значит мы ее можем достать намочить можем сильно намочить а можно вообще ее поместить во влажную среду а потом ее оттуда вытащить значит получается что губка вот она сухая там вообще нет воды она может быть значит влажная и может быть мокрая да и может быть вот насыщ StyME когда говорят о важность это говорят а насыщенном состоянии то есть вот это насыщенное состояние значит это способны сколько может удержать та же самая губка до вас всего хоть ли дальше не намочки она больше себе не удержа а чтобы посчитать сколько это значит мы берем эту губку как как среда Только разница, только воздух и губка. С губкой мы все имеем, значит, возможность, да? Значит, взять ее и посмотреть, а сколько там воды содержится. Отжать ее и посмотреть, сколько воды. Объем губки мы видим, объем воды тоже видим. И вот это, если мы ее, значит, держали, так сказать, вообще в воде, она плавала, да, полностью, это и будет взято за 100%. Понятно? Это насыщенное состояние. Потому что когда мы ее вытянули оттуда из воды и отжали. Вот это получится 100%. Это больше просто она не может поддержать. Ясно, что такое насыщенное состояние? А теперь дальше, когда она, значит, это надо зафиксировать, потому что какой материал, значит, в данном случае это воздух, в кубометре, сколько, значит, там содержится. Это можно по аналогии вот и 100%. Но тут единственная, значит, ситуация такая, может быть, что эта способность удержания, она немножко, она различается. И различается при разных температурах. Вот температура другая, да, и способность меняется. Поэтому, даже если вы ничего там дополнительного не будете туда доливать, ничего, если мы просто охладим или нагреем, нагреем-то ладно, вот если охладим, способность уменьшится, и тогда лишняя влага, она просто оттуда будет удалена. И она выпадет в виде конденсата. Понимаете? То есть, вот здесь вот способность удержания, как бы, влаги в воздухе. И мы это видим, значит, когда в летний, так сказать, день у нас происходит испарение, значит, насыщение, как бы, воздуха этими парами воды, потом солнце уходит, ночью у нас происходит, выпадает роса, да? То есть, получается, что охлаждается эта, значит, у нас среда, способность этого воздуха удержания уменьшается, лишняя влага, значит, конденсируется в виде этих капелек воды. Вот это надо вот иметь воду. Так, понятно, да? И когда мы говорим об абсолютной влажности, это фактически масса порог водяных, которые, которые могут удерживаться в кубометре воздуха. Вот это абсолютная. Поэтому в чем она может измеряться? Как любая абсолютная, соответственно, это, соответственно, в килограммах на кубометр. Любая относительная, значит, величина и влажность в том числе, она вычисляется как реальное, то, что есть, по отношению к абсолютной. Понятно, да? Ну, а максимальная влажность, она может быть как абсолютной, так и относительной. Соответственно, максимальная, абсолютная, здесь единицы, это 100%, а максимальная, то есть максимальная относительная, да, 100%, а максимальная, абсолютная, это то самое количество влажность, которое может содержаться в насыщенном состоянии. Так, ну, что-нибудь запомнили? Как единицы важно, да? Вот. Вот. Так, 100% по влажности, значит, если вернуться обратно. Ну, в принципе, нормальное состояние, как бы, человек, потому что если 100%, это значит, что ощущать себя, вообще говоря, что кругом очень сырное, да? Поэтому нормальное состояние, 3%, где-то 20-40. не очень сухо, потому что когда сухо, тоже организм себя не комфортно. Так, и какой способ, значит, если, допустим, у вас в квартире пониженная влажность, что делает? Так, цветы есть, так, еще что? Воду просто, да, ставим, значит, на батарею, значит, просто воду наливаем. Еще есть, еще есть парогенераторы такие, это уже современные, это самое простое, как бы, взять банку, налить вату и поставить ее, да? Там, цветы, это тоже, в общем-то, не что, но если ничего нет, это просто банк. А если есть возможность, и это часто происходит, то парогенератор. Он просто надеет, таким парогенератором может и чайник обычный быть. То есть, если мы его нагреваем, да, до 100 градусов, после этого идет, значит, вода превращается в пар, кипит, и вот она, так сказать, где-то, значит, охлаждается, но, в принципе, насыщает водяными парами воздух. Так, понятно, да, вот эти вот возможны. Но, хорошо бы это, чтобы можно было на контроль поставить. Так, теперь параметры микроклимата, соответственно. Значит, здесь приведен ГОСТ, это то, значит, где содержатся нормы, требования к воздуху, значит, рабочей зоны. Вот, причем, понятие рабочей зоны, вот, прошу воплечь, а где такой вот рабочей зоны? То есть, где-то часть пространства, которые назвали рабочей зоной. Ну, во всяком случае, это то место, где человек, в общем-то, находится довольно продолжительное время. Ну, то есть, здесь должно быть определить как временные характеристики, да, так и пространственные. То есть, пространство-временные характеристики, значит, они вот в этих нормах, они, значит, существуют. Значит, ну, здесь важно название, да, общие санитарно-гигиенические требования к воздуху, рабочей зоны. Потому что сами условия труда, как бы их, медики также контролируют. Но мы не можем сделать так, чтобы на каждом работе вместе, значит, находился медицинский работник. Вот тогда, значит, у нас кругом были бы работники медицинские. И одного работника, если вы заставите постоянно ходить, чтобы он нашел, это все, это тоже не выход вроде бы, да. Поэтому получается, что, а дома тогда ведь эта ситуация тоже важная, да. То есть, эти вопросы, параметры микроклимата, они вот падают в большей мере, значит, как на руководителя, конечно, он должен отвечать за состояние, но в то же время, значит, вот свою некомфортность, свое вот это состояние, как бы, значит, должны сами работники, сами студенты, если им что-то, значит, не подходит. Рабочая зона, это вот где вы находитесь сейчас, то место рядом с вами, значит, окружающее. Значит, ясно, да? Вот эти моменты тоже, я думаю, что они важны. Параметры микроклимата. Ну, почему микроклимата? Потому что он касается только вот этого окружения вашего. Потому что где-то может, значит, на удалении от вас, может быть, в соседней, может, аудитории или в коридоре, ситуация может значительно хуже быть, да. А вот здесь все, может быть, наоборот. То есть где-то может быть источник тепла излишний. То есть излишек тепла и у отсутствия это тоже некомфортно.